Дим, да, привет. Короче, мы запишем, и пусть останется в записи. Там люди заходили, но так как я молчал, пять минут они по уходили. Ну тогда я начну, что я приехал из Кореи 6 февраля 2021 года. И в Корее было невозможно пройти вакцинацию. И, в общем-то, все там, ну не все, большинство там было за то, чтобы быстрее получить вакцину. До этого я списался с Артуром Могру Думалым, может быть, ты его тоже знаешь с Владивостока, он сейчас в Израиле живет. И его там уже вакцинировали на тот момент, но он сборный, сборная Израиля по теплоатлетике. И я, в общем-то, приехал, сразу я сдал тест, посидел, пока дождался результата, у меня был отрицательный. И потом я пошел, записался через госуслуги и прошел первый этап вакцинации. Тогда вообще народу не было в больницах почти. И первые сутки у меня была вообще температура высокая, голова болела, зноб, озноб там, ну и все такое. А потом через сутки все прошло. Потом второй этап вакцинации я проходил уже в марте. И тоже я опять у меня все болело, температура была. И люди в больнице уже, их было гораздо больше, они говорили, что у всех разная реакция. Кто-то почувствовал, кто-то вообще не почувствовал. Вот. Но у меня два этапа, в оба раза была температура и озноб. То есть что-то, ну, происходило все-таки после вакцинации. Ну и потом было какое-то затишье, вроде спад был это вакцин. Ой, коронавируса. Вот. А сейчас снова все стали вакцинироваться. У меня друг умер месяц назад, например, в Москве от коронавируса, от невмонии. Ну и сейчас люди спрашивают, а вот вы вакцинировались, у вас какие последствия? Ну я, чтобы сразу всем ответить, что у меня вроде бы, слава богу, никаких таких побочных каких-то последствий нет. Тут у меня зарядно-магнитное, там, что говорят, лепится куда-то. У меня ничего не прилипает, никакая там к месту укола прививки. В общем, вот так вот у меня. Но я не за то, то есть я не за то, чтобы все вакцинировались. Я считаю, что это личное дело каждого, вакцинироваться или нет. Ну а какой у тебя опыт был? У меня опыта нет. Я не вакцинировался. Не собираюсь. По доброй воле, по крайней мере. Ну ты, потому что... Имеешь в виду, опыт болел, не болел? Скорее всего, да? Да, болел. Но я знаю, что ты болел. И почему ты не хочешь вакцинироваться все-таки, даже переболел? Ну, это чисто мое мнение и мои фантазии. Я никому сразу дисклеймер не навязываю. Не хочу ни с кем спорить, вступать к этой дискуссии. У меня нет цели кого-то переубеждать. У меня... Я, в принципе, не отношусь категорично к прививкам, что нет, потому что все равно я делал там от ОСПы, вот эти вот адиктерии, еще советские прививки обязательные. Но до 7 лет меня родители вообще не вакцинировали никакими прививками. Я до школы не болел никогда в жизни. И вот когда пошел в школу, я и в сад, кстати, не ходил. Я никогда не болел. И после прививок первых началось хроническое горло, там все вот это РВИ, там танзелиты, температуры и прочее. Я, в принципе, не против прививок, я против такого варварского метода, который сегодня применяют. И еще, мне кажется, почему у людей такой негатив, у них, в первую очередь, недоверие к правительству. Потому что с чего это вдруг такая опека? Когда мы видим кучу разрушительных реформ, в том числе и медицины, и нас кормят там пальмами, маслом, и очень много всякого деструктива. И тут нас пытаются насильно сделать счастливыми через вакцинацию. И у меня вопрос, вот как у обычного рядового гражданина, я там, допустим, не разбираюсь, я там не вирусолог, да, почему, когда я прихожу к донтисту, меня спрашивают, а у вас есть аллергия там на новокаин или ледокаин? Ну, чтобы у тебя шока не случилось, просто ты ласты не склеил. А здесь тебя могут вакцинировать в овощном непонятная тетя, там, смотрят в медкарту, может, у тебя вообще медотвод. И помнишь, когда поначалу все заболевали, говорили, да у меня там нет знакомых, там, кто бы даже переболел. Вот. А сейчас у меня уже есть даже не в дальнем, а в близком окружении люди, которые пострадали от вакцин и вплоть до летальных исходов. Поэтому, я считаю, к этому нужно осторожно относиться, и это дело каждого. В сознательном возрасте, допустим, я избегал всяких прививок, там, кто-то от энцефалита вакцинируется, а кто-то нет. То есть, должно остаться право выбора. От энцефалита тоже ты не прививался, да? Нет, я не прививался. Как говорят, либо станешься дурачком, либо... Поэтому я люблю своих родных, поэтому я не прививался. Понятно. Ну вот, у меня тоже из-за окружения, но только обратная такая получилась ситуация, из-за окружения у меня есть те, кто привился, ну и слава богу, вроде бы у всех все хорошо, а вот среди тех, кто не привился, ну очень... Ну, один летальный случай, это мой, можно сказать, лучший друг умер в Москве. Вот, он тоже не хотел прививаться, и вот так получилось. А у тебя, получается, наоборот, кто-то привился, да, и умер, получается. Да, на второй день от отека мозга. Ну, есть очень такие побочки тоже, серьезные, неприятные. Просто, ну вот, как ты отметил, да, что это такая опека со стороны правительства, но если так посмотреть, то это не только в России такая суперопека, то есть это, наверное, в большинстве стран мира, ну вот, вакцинация... Ну, это глобально, конечно, это везде происходит одно и то же. Причем, если всем рулит ВОЗ, почему наша прививка не одобрена? Ну, то есть тебе, чтобы полететь, там, быть свободным, допустим, в командировке, работать, путешествовать, твоя прививка уже не котируется за рубежом. И тогда тебе нужно сделать еще 3, 4, 5, 10. И что станет с твоим унитетом? Какая нагрузка? Я этого не знал. Я думал, что, ну, спутник пятый, спутник ВИИ, его достаточно, чтобы путешествовать. Оказывается, нет, да? Ну, я точно не знаю. Можно попробовать. Да, пока. Я только приехал в Россию. Ну, а вот, как ты думаешь, вот там, я понимаю, что есть опасения чисто из-за здоровья, что она непроверенная. А вот, как быть с опасениями, что это какая-то, какое-то чипирование, или как там называется. Но я тоже в Инстаграме просто смотрю эту тему. Я тоже долго изучал перед тем, как привиться. Но все, ну, я для себя лично опять никому не навязываю. Но я принял решение привиться, я привился. Так мы и так уже все чипированы. Наши смартфоны знают у нас все. Поэтому в этом нет необходимости. То есть ты думаешь, то есть, ну, твое мнение, почему ты не прививаешься, это чисто из-за побочек для здоровья, да? Не из-за каких-то там астрологических тем. Не, 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 я не хочу участвовать в экспериментах. Я обращаюсь к экспертам, мне интересно разобраться. Можно послушать Гундарова, например, советского, российского врача, академика, там, кандидата медицинских наук. Редько, это вирусологи, иммунологи, эпидемиологи. Они говорят, во-первых, что во время эпидемии категорически нельзя прививаться. Это опасно, это неправильно. А у нас, получается, за вакцинацию топят политики, а не врачи, шоумены, блогеры, спортсмены, актеры. Ну, понимаешь, да? Потому что если мне нужны услуги, допустим, юридические, я иду к специалисту, к юристу, к дантисту. Ну, так же и здесь. А когда мне Песков вешает лапшу на уши, это как-то не вызывает это доверие никакого. То есть, вот к самой пандемии коронавируса, ты считаешь, что вакцина, как сказать, ее побочки более вредны, чем сам коронавирус, да? То есть, если стал... Пропала связь. Так, говорю, количество вакцинированных коррелирует напрямую с количеством заболевших. То есть, как осенью начали вакцинировать от гриппа, у нас пошла волна. То же самое и сейчас. Началась массовая вакцинация, полетела статистика. Причем, первые лица официально заявляют, что нужно носить маски все равно, перчатки, вы также будете болеть, вы также будете заражать. А нахрена мне тогда такая прививка нужна? Если я, ну, и так, получается, не защищен с их слов. Если, например, вот, ну, эта пандемия будет продолжаться из года в год. Ну, то есть, она, видимо, уже, я не знаю, когда прекратится. То есть, ну, если у тебя есть какое-то мнение на этот счет, как можно с этим бороться? Или это просто, как грипп, тут решает иммунитет и витамины какие-то? То есть, если не вакцинаторе? Уже сделали. Я считаю то, что это никакая не пандемия, а просто сделали. Это политика. Вот и все. Мне еще в 2003 году в медкарточке писали коронавирус. То есть, он не вчера на свет появился. Угу. Угу, угу. Ну, ты имеешь вот этот вот, который, птичий грипп какой-то был там, или что-то такое, да? Да, там что только не было, да. Ну, ясно. Ну, ладно тогда. Я думаю, что люди посмотрят. Я, может быть, попробую замазать это лицо твое, если ты хочешь. Да нет, нет. Без разницы. Ну, мы в принципе... Это должно быть добровольно, добровольный выбор. Да, я тоже так считаю. То есть, ну, вот кто там не смотрел сначала, я привился, два этапа прошел. Я считаю, что все равно вакцинация должна быть добровольной. Дима не прививался, и он тоже считает, что вакцинация была недобровольной. Мы, то есть... Я не исключаю возможности того, что я могу пойти и привиться в будущем. Я не говорю, что категорически нет. Когда она уже будет проверенная, да, там, ну, каким-то исследованием, опытом, временем. Да. Ну, ясно. Ну, то есть, мы не склоняем, как вот Дима вначале сказал, мы никого ни в чем не убеждаем. Просто опыт такой, что я привился, а Дима не прививался. Но, как вы видите, слава богу, у нас вроде бы все нормально сейчас. Ладно, Дим, спасибо. Хорошо тебе поиграть в футбол. Спасибо. Спасибо, Заш. Ага. Давай-давай. Пока. Пока. Пока.